а здрасте всем друзья привет уленьки добро пожаловать в девятнадцатую ферму и сегодня я покажу вам 5 на мой взгляд интересных модов которыми я раньше не пользовался или которых меня спрашивали в общем-то небольшой обзорчик и что за они погнали первый мод у нас сегодня на обзоре называется advanced stats в общем-то это довольно таки простая хреновина которая показывает статистику вашего транспортного средства вызывается кнопочкой alt m если кому вдруг интересно в общем то для обычных тракторов он показывает пробег соответственно кто играет какие-то длинные карьеры то ему может быть вполне будет интересненько за этим всем понаблюдать я например являюсь любителем статистики всякой вот такой вот мне в общем то полезно раньше я пользовался одометром но вот он с альпами не очень хорошо дружит поэтому решил перейти вот на это вот дело также он показывает статистику и всех прицепленных устройств то есть плуга культиватора косилки и так далее правда надо сначала запустить в работу чтобы эта статистика начала отображаться например вот отсюда вот мы поедем вот косить сейчас травку давай разворачивайся 4 это самое начинаем косить травку и соответственно сразу же появляется статистика о том какая площадь у нас обкушена с помощью этого устройства то же самое опять таки касается и культиваторов и сейлок и плугов и всего остального по поводу грузоперевозок показывают сколько всего литров было загружено и перевезено не знаю опять таки я как любитель статистики мне это интересно поэтому вот пожалуйста второй скрипт который мы на сегодня рассмотрим называется call contractors этот мод позволяет передавать подрядчикам работы на которые у вас нет времени или оборудования меню этого мода вызывается кнопками shift control и c меню этого мода вызывается кнопочками shift control и c здесь мы соответственно выбираем тип работы он умеет пахать культивировать глубоко рыхлить это я так понимаю чизелем обработка идет вносить известь сеять и продавать урожай также есть графа где мы выбираем поле которые у нас в собственности находится у нас есть сейчас три поля поэтому в общем то на ней будем а также есть возможность продавать собранный урожай стоимость работы будет варьироваться в основном в зависимости от времени которое потребуется на ее выполнение то есть мы видим что одинаковая работа абсолютно если ее выполнить за 5 часов то она будет стоить 2 600 если ее выполнить за 17 часов 2 100 серьезно чел будет пахать маленькое поле 48 часов ну ладно в общем то как это работает вы просто заключаете договор грубо говоря с одним человеком эдвардом гомесом допустим платите ему какую-то копейку сразу по предоплате и остальное будет по завершении работы увы нельзя брать несколько контрактов сразу единственное тут еще возможно на продажу брать параллельно контракт но в общем то мы взяли контракт на спашку выполню работу в течение трех часов у нас сейчас на часах 8 10 утра соответственно в 11 10 контракт будет у нас выполнен мы просто мотаем время и все у нас прошла оплата подрядчиком если мы посмотрим на 23 поле то она просто вспахано то же самое друзья касается например продажи у нас есть на складе 20 кубов пшеницы заключаем договор на 4 часа по поводу ее продажи мотаем эти самые четыре часа и вот у нас пошел плюс 35 тысяч доходы от продажи урожая и 1300 оплата за работу до времени требует много но вам не надо ничего делать и у вас может даже не быть техники анимации увы никаких нету но это и понятно в общем то если вдруг кому интересно то вот неплохая игрушка третье мото который мы сегодня поговорим я им пользуюсь давно и меня часто спрашивают что за он он называется park vehicle это простой мод который удаляет технику из переключения по табу если у вас много техники это в общем то полезно если мы по табу сейчас можем переключаться между всеми нашими тракторами то например вот на этом тракторе если мы хотим его вычеркнуть нажав на кнопочку control темп правом нижнем углу появляется значок который нам говорит о том что он вычеркнут и теперь когда мы переключаемся по табу мы не попадаем на эту технику для того чтобы в нее зайти нужно будет обязательно подойти к ней и просто сесть в технику если у вас ее действительно много и вас бесит постоянно вот эти переключения то штука очень полезная вот я ей пользуюсь еще один мод друзья который добавляет немного реализма но также добавляет немного геморроя он называется soul dust что по сути в дословном переводе наверное имеется ввиду опилки я им пользовался в 17 ферме в 19 я давненько просто не обновлял моды и не знал что он вышел эта штука делает так что когда вы пилите дерево то опилки падают на землю потому что это логично когда вы спиливаете дерево на самом деле опилки действительно падают на землю давайте возьмем бензопилу подойдем спилим вот это вот самое дерево она мне не нравится ладно на самом деле она мне нравится но просто надо же вам показать вот она падает и мы видим что на земле появилась щипа она появляется от всех видов работ то есть когда вы будете удалять пеньки когда вы будете пилить просто бревна когда вы будете спиливать деревья неважно бензопилой или обычные там какой-нибудь скорпионом всегда будут появляться вот такие вот но щипа грубо говоря ее можно будет подобрать отсюда ковшом или фрезой или специальной штукой для подбора который именуется по моему мышь да вот такая вот штука мало кто пользуется когда у кого-то с кем-то играет мало кто короче такой штукой пользуется но есть такая вот хреновина которая земли все подбирать если кто не знает и она дефолтная в общем-то с помощью вот этого всего можно будет подобрать эту щепу и она у вас будет если вы хотите оставить за собой порядок опять-таки геморрой немножко добавляет конечно но реализм мать его ну и последний пятый скрипт который мы сегодня с вами разберем называется продвинутый работник или и helper advanced или называйте как хотите вызывается это окно этого мода с помощью нажатия на кнопочку звездочку и у нас появляется вот такое вот интересное меню этот мод по сути дела позволяет нанимать работников плюс кстати их можно переименовывать кликнув на них правой кнопкой мыши и можно джона например переименовать в романа булкина но если кому надо соответственно у каждого работника есть какая-то своя базовая зарплата 60 евро в час которую нужно будет платить обязательно независимо от того работает он или не работает а также у каждого работника есть опыт и со временем он обучается обучать его можно еще и через меню будет давайте булкина наймем чего уж тут вот здесь вот у нас меню наших работников которые наняты мы видим что этот челик например на 30 процентов опыт у него прокачан по вспашки и всего лишь на один процент удобрения то есть этот чел реально хороший пахаре но из тех что представлены в списке были его можно будет отправить на какие-нибудь курсы по основе сельского хозяйства и он будет прокачиваться правда это будет стоить денег плюс если он будет работать по какой-то специальности он будет прокачиваться но вот этот опыт влияет на скорость его работы курс play и автодрайв сами нанимают работников если это требуется правда берут первого попавшегося также они работают получается с ними если есть свободный он берет свободного если нет свободных он сам нанимает нового уволить работника мы сейчас не можем он должен 7 дней обязательно отпахать в общем то этот модик может добавить вам дополнительно какого-то интересного менеджмента если вам скучно с вашими старыми работниками на этом друзья у меня все видимо короткий ролик получился если соберем до хера лайков просмотров то в общем то посмотрим потом на какие-нибудь другие еще модики я поковыряюсь поищу для вас что-нибудь интересненькое пишите в общем то ваши комментарии тем огромное спасибо за просмотр спонсором конечно же отдельное спасибо за поддержку наверно только из-за вас канал и живет до сих пор если не подписан на канал то подписывайтесь в общем то всем спасибо за просмотр с вами был никита дилей всем покаки